О том, каким быть высшему образованию в Нижнем Тагиле, чтобы молодые люди не уезжали учиться в другие города, дискутировали сегодня в администрации города. Мы с вами неоднократно здесь констатировали то, что наши молодежь уезжает из города, потому что образование, то, которое они хотят, или я бы сказал, уровень, который они хотят получить, в Тагиле они получить не могут, что-то их не удовлетворяет. За круглым столом собрались представители Нижне-Тагильских вузов, специалисты управления образования, руководители кадровых служб, градообразующих предприятий. Все эксперты единодушны в том, что в Нижнем Тагиле есть все ресурсы для того, чтобы стать центром притяжения учащейся молодежи из разных городов. Здесь нужно понимать, что может стать центром притяжения. Это те уникальные знания в металлургии, в машиностроении, в робототехнике, в автоматизированных системах, умных технологиях, когда будет без разницы, с какой точки Российской Федерации, а вы за границей приехали и получили эти знания. Чтобы выпускать конкурентоспособных специалистов в масштабах всей страны, необходимо уже сейчас готовить в Нижне-Тагильских вузах специалистов по тем профессиям, которые будут востребованы в будущем, отметили участники круглого стола. Я согласен с Владимировичем интересные специалисты. То есть это не специальности только сегодняшнего дня, и скорее не сегодняшнего дня. А надо создавать и компетенции будущего, те, которые уже просматриваются. Главная тема обсуждения – два возможных пути развития образования в Нижнем Тагиле. Первый – это создание единого вуза. Второй – развитие местных филиалов. Само по себе статус филиала накладывает определенные ограничения. На многие мероприятия, в которых мы хотели бы участвовать, но нет возможности, допустим. Создание единого вуза – сложный проект, но, возможно, он станет пилотным и интересным для других регионов. Единый вуз – это консолидированное научное сообщество. Единый вуз – это не распределение разных представлений, векторов развития, а концентрация в одном – это и международное сотрудничество. В ходе обсуждения глава города Сергей Носов предложил построить в районе Металлург-форума студенческий городок с развитой молодежной инфраструктурой. И если за Металлург-форумом там место есть, сделать еще стадион со спортивными площадками, то у нас получается в комплексе великолепный, ну, неплохой студенческий городок. Что за мобильник? Некий карту студенческий, что делает его привлекательным. Итогом сегодняшней дискуссии будут обобщенные предложения по развитию высшего образования в Нижнем Тагиле. Наталья Стрелец, Михаил Корзняков, Андрей Фатыхов. Новости Тагил-ТВ.